Ребята, всем привет! Я делаю этот видео-обзор специально для своих подписчиков, для ребят, которые ждали мои стримы. А стримов не было, потому что я была здесь, на Кубе, на острове... Остров Кайо-Парадон. Кстати, русские туристы называют его по-разному. Кто как умеет и кто на что гора? Плая Хермоза Парадон Ресорт. Такое длинное название. Я хочу показать вот эти кусочки. Здесь все очень сложно с арендой авто. Тут стоят, кстати, машины и стоят байки, но арендовать их очень сложно, потому что нигде нет человека, который за это отвечает, и нет контактного номера. То есть, вот в этом вся сложность. Люди не хотят зарабатывать деньги почему-то. Видимо, потому что здесь какой-то социализм. Вот так вот выглядит ресепшн. Нет дверей. Обратите внимание, кстати, я впервые вижу, что нет дверей на ресепшне. Обычно, где я была в Тае, в Турции, в Египте, всегда были какие-то входные двери. Здесь их нет. Зона отдыха. В основном, когда туристы прилетают, они сидят здесь, ожидают, пока их заселят в отель. Там проходят заселения, и это очень все долго, поэтому готовьтесь, заводитесь терпением. Здесь до того момента, как вас заселят, интернета у вас не будет. То есть, вы будете просто сидеть и втыкать свой телефон, возможно, играть в какие-то игры. И только после того, как вы пройдете регистрацию и получите ключик от своего номера, вы получите также логин и пароль к Wi-Fi. Кстати, на один телефон, на один гаджет дается один логин и пароль. То есть, если у вас несколько гаджетов, пользоваться одновременно вы ими не сможете. Только один. На одного человека один пароль. Так что, если у вас там дети и так далее, то, конечно, это плюсом послужит. Можно несколько гаджетов будет. Здесь, что вам еще рассказать, там, пойдемте, кстати, в бар, я думаю, что пора пропустить по коктейльчику. Сейчас здесь немноголюдно. Обычно просто толпы народа. Видимо, какое-то затишье. Либо люди уже после моря отдыхают, либо они еще где-то спустят. Я не знаю, где. Сейчас посмотрим. Это впервые просто фарт. Здесь нет очереди. Сейчас. Но она здесь есть постоянно. Хотите ли вы кофе, выпить, может быть, коктейль или пиво? Постоянно очередь. Вот такая вот огромная очередь. Сейчас ее нет. Ура! Хотела сказать для российских туристов, кто летит сюда и кто читает всякие комментарии, какие же деньги нужны, или звонит туроператору. А я, кстати, звонила уточнить, какая валюта на Кубе. Мне сказали евро. Столько евро. Доллары не принимаются. Здесь свободно можно все покупать за доллары, давать чаевые в долларах. И, в принципе, у них всегда ценник стоит в долларах. И поэтому не слушайте никого. Можете спокойно брать и доллары, и евро, и даже русские рубли. Перевод просто делать по карте и не заморачиваться. Так что так. Есть вино. Еще есть иногда шампанское. Коктейльчик можно дайкири? Дайкири. О, мне даже повезло. Можно выпить коктейльчик вкусный дайкири. Сейчас вы посмотрите, что это. Что касается алкоголя, я уже сказала, что здесь наливают вино. Можно выпить рома. Рома прям вдоволь. Хватит для всех русских туристов и не только русских. Также наливают... Что еще здесь наливать? Пива. Пива тоже можно пить всегда, когда вы хотите это место. Мне тут говорят просто сказать одну фразу с алкоголем. На Кубе проблем нет. Есть проблемы с другим. Попозже вы это увидите. Ну и все. И, в общем, камеру, пожалуйста, выключите. Я хочу коктейльчик пропустить. Ребята, это дайкири. Жизнь, кайф. Ну что, погнали. Пройдемся по территории. После того, как вы прошли регистрацию, вы заселяетесь в номера. Это корпуса. Я живу в седьмом корпусе в этот раз. Корпуса, как правило, четыре этажа. Четыре этажа. Я живу на втором. Те, кто живет на первом, мне очень повезло. Детей здесь много. Но с учетом того, что я рано ложусь спать и рано просыпаюсь здесь, на Кубе, они мне не мешают. Вообще, в принципе, территория отеля достаточно большая. Поэтому каждый найдет себе местечко. Зона курения, кстати, для курящих. Те, кто любит сигаретку с кофейком, все нормально. Можно спокойно покурить. Мы идем в столовую. Ребята, местечко, где вы будете проводить утро, обед и вечер. Оно одно. Это вот как раз помещение основного ресторана, где вы будете кушать. Мы уже туда заходили. Я сделаю склейку, покажу, что вас ждет внутри. Ресторанчик, в котором проходят все завтраки, обеды и ужины. Ничего не меняется, все проходит здесь. Сейчас время обеденное, и я пришла под самое завершение, потому что я не люблю очереди. Очереди здесь абсолютно везде. Конечно, в конце обеда мало что остается, но вот я все же попытаюсь что-то поискать. Кстати, булок здесь очень мало. Это хлеб. Всякие там сладкие, сладких булочек здесь днем со днем нет искать. Вот такие вот макароны, стаканчики. Я не понимаю, кто это кушает, но, возможно, это едят. Сыры. Всякие разные. Сыр, кстати, здесь, в принципе, вкусно. Можно что-то выбрать для себя. Я, как правило, прохожу это мимо. Мороженое. Здесь есть всегда мороженое, и оно действительно вкусное. Так, идем дальше. Что я вижу? Фрукты. Апельсины, яблоки. Вот так вот это нарезано. Апельсины кислые, яблоки можно есть. Что-то похожее на наши сезонные русские яблоки. Вот. Макароны, макароны с кетчупом, с кетчупом. Вот такая вот всякая штука. Макароны. Для любителей макарон здесь рай. Я макароны не очень люблю. Смотрим, что здесь. О, мясо. Я тоже хочу мясо. Вот этого мне бы мне положить. Мясо здесь, в принципе, всегда есть. Есть свинина, есть завязина. Вот она вот так вот на прилавочках лежит, и ее готовят. Мясоедам здесь повезло. Мясоедам. Не повезло здесь любителям сладкого. Потому что сладкого здесь практически нет никогда. Бананы тушеные зато есть. Бананы вяленые, томаты. Рыбку жарят. Рыбка. Ну и вот. Такие там. Какой-то. Мук. Мук где-то есть, да. Все. Выбор не такой великий, но можно что-то найти, поесть. Но хочу сказать, чтобы вы обзавелись салфетками. Обязательно. И влажными, и сухими. Потому что здесь с этим огромнейшие проблемы. Во-первых, салфеток на столах нету. Ну их практически нет. Если вы увидите одну, две, три. То вам просто вот так вот повезло. А так сухие влажные салфетки носите с собой. Также здесь практически никогда нет туалетной бумаги и мыла в уличных туалетах. Поэтому либо идите в свой номер, пользуйтесь. Либо просто таскайте с собой. Поели и пошли заниматься спортом. Да. Нам нужно же калории как-то расходовать. А то иначе разжиреем. Здесь есть и теннисный корт. И можно поиграть. Во что тут можно поиграть? Все. В баскетбол. Я не играла, честно скажу вам. Я здесь даже не ходила в спортзал, потому что всего лишь 7 дней у меня было, чтобы насладиться этим замечательным отпуском. И не хотелось, честно скажу. Я ленилась и не занималась. Вот, смотрите, теннисный корт. И можно смело поиграть в баскетбол. Ну, неплохой теннисный корт, кстати. О, вот как раз там кто-то играет в теннис. А где спортзал? Пойдем в спортзал. Гоу, гоу, гоу. Ребята, здесь есть спортзал. Я посмотрела и... Я просто посмотрела на него. Тренажеров немного, но основное есть. Есть... Что там есть? Я уже даже забыла. Есть беговые... А, вот открыли. Здравствуйте. Вот здесь вот сидят. До которого часто работает зал? What time is... До пяти часов. До пяти часов зал работает. Смотрите, здесь есть велосипеды, беговые... Нет, беговой дорожки нет. Есть ступени. Есть ступени. Пойдем сюда. В общем, с коктейлями в спортзале не место. Здесь люди реально делают тело красивым. Не будем им мешать. Пойдем дальше. На себя. Вспоминала. Как же называется этот... Смит. Здесь есть смит, гантельки. Можно позаниматься со свободными весами. Я там смотрю на роду сегодня немало. Я как-то в предыдущий раз заходила, там вообще никого не было. Там что-то репетируют. Видимо, будет какое-то представление. Я скажу, что анимация, в принципе, работает неплохо. Они вечно веселят народ и на пляже, и здесь, и с детьми. Они что-то устраивают. Ребят, погнали в другую сторону. Теперь мы направляемся к океану. Я хотела сказать с моря, но нет. Это океан. Он очень красивый. Здесь белый песочек. Он прям такой нежный. Но все-таки рифы и камни тоже есть. Поэтому будьте аккуратны. Не пораньте свои прекрасные ножки. Потом я сделаю это большой, быстрой перемотки. Как я иду, такая... Здесь такие непонятные статуи. Похоже на обелиски какие-то. Корпусы стоят лицом друг к другу. И вот внутри есть бассейн. И все бассейны подсвечиваются. Но, в принципе, никто не запрещает не покупаться вечером. Нет такого, что тебя выгоняют. Ты можешь посидеть, чилить у бассейна. У каждого бассейна также есть бар. Бар работает всегда. Просто они закрываются после пяти. Кубинская музыка – это классная музыка. Бессонная музыка. Кстати, здесь должен играть мой трек. Ибо море. Ребята, те, кто еще не скачал или не слышал никогда мой трек, скачивайтесь, слушайтесь, наслаждайтесь. Он называется Ибо море. И здесь я его раздала всем аниматорам, чтобы они его включали для наших русских туристов. Бассейны. В принципе, это мне напоминает мой прошлый обзор, где я была в Египте, и там как раз был бассейн, у которого находился бар. Тогда у бара еще были вкусные булочки. В чем отличается Египет, да, от Кубы? Здесь нет булок, они не едят сладости практически. Я так хочу сладенького, хочу тортик, булочку, что-нибудь. Классный бар. Можно поплавать, выпить какой-то коктейльчик, там наливают до пяти вечера. Рома валом. Так что рома валом. Так что можно пить. Но помните, да, что мы за здоровый образ жизни. Я за здоровый образ жизни. Поэтому старайтесь пить поменьше. Я, кстати, за семь дней ни разу не искупалась в бассейне, потому что мне кажется это кощунство купаться в бассейне, если ты находишься рядом с океаном. Это бар, где можно... Снэк-бар, да? Я правильно понимаю? Это снэк-бар, где можно перекусить какой-то бутербродик, если вы вдруг не успели на обед или пропустили, можете что-то там найти. Также там можно дать мороженое. Перед тем, как лететь в этот отель, я смотрела видео обзоры о том, что здесь мало растительности. А это действительно так, здесь очень мало пальм, но все-таки не лысый берег. Поэтому есть на что посмотреть. Здесь, видимо, должны быть снэк-бар, что-то бургерное. Но она не работает за все пребывание мое здесь. Никогда никого не было. Поэтому ожидать чего-то не стоит. Зона, где можно почилить. Здесь практически никого нет, потому что, естественно, это бургерное не работает. И тащить оттуда коктейли или еще что-то и сидеть здесь. Ну, так себе удовольствие. Волейбольные площадки. Так что, если вы любите играть, любите заниматься спортом, здесь есть для этого местечки. Океан. Океан – это та причина, по которой стоит посетить это прекрасное место. Потому что, если говорить о сервисе, то Кубу, конечно, это не про сервис. Здесь, кстати, все очень плохо. Перед тем, как вы выпросите полотенце или вилку или ложку, которую вы на столах не можете найти, вам нужно заплатить доллар, ну, оставить на чай на доллар. В противном случае просто персонал не очень охотно шевелится. Но замечательные доллары, замечательные чаевые делают свое дело, поэтому для вас пошукают и что-то быстренько найдут. Поэтому океан – это очень красиво. Просто, я не знаю, я впервые в своей жизни оказалась на океане. У меня масса впечатлений, конечно же, положительных. Артлантический океан, да. У меня очень плохо с географией, но мне это простительно. На пляже есть шезлонги, все нормально. Есть где скрыться от солнышка для тех, кто сгорает, не любит загорать и так далее. Есть огромные местечки. Также есть лежаки, все нормально, их хватает. В момент моего пребывания здесь туристов было много, но лежаков было тоже достаточно. На пляже играет музыка, есть анимация, поэтому с этим проблем нет. Смотрите, какой белый песочек. Просто очень красиво. Здесь не очень глубоко, очень плавный заход, поэтому если вы поедете сюда с детками, очень классно проведете время, можно не переживать. Но, единственное, здесь очень сильные волны бывают, может выхлестнуть волной, и поэтому будьте аккуратны. Также на пляже есть бар. Можно выпить коктейльчики, пропустить. Здесь плохо работает интернет, но, в принципе, те, кто летит на клубы, они понимают, что интернет здесь не так давно появился, раньше его вообще не было. Поэтому наслаждайтесь без интернета жизнью. Кстати, почему я не вела стримы? Потому что здесь нет стабильного интернета. Даже если вы можете сделать фото и видео, выложить их в социальную сеть, то вести онлайн-трансляции здесь точно не получится, потому что интернет все время прерывается, и в него приходится заходить заново. Это значит, что нужно вводить плагин и пароль каждый раз для сессии. Так что онлайн, ну, ребята, это очень сложно здесь. Лучше не психовать и не делать, просто отдыхать и все. В принципе, как я и делаю. Красивые девушки ходят по пляжу в красных платьях. Котиночка, которая мне тоже не мешала прикупить. Здесь в основном русский турист. Так что если вы не знаете английский язык, в принципе, нет ничего сложного, потому что персонал так же, как английский, знает и русский. Вернее, так же не знает русский, как и не знает английский. Поэтому у вас не будет проблем с пониманием. Можно ведь и на пальцах что-то объяснить. Вообще здесь весело, потому что даже если вы приедете сюда один или одна, здесь очень много отдыхающих туристов, с которыми вы можете познакомиться и вот так вот проводить классное время. Им весело. На берегу. Можно купить кокосы. Кокосы. Просто кокосы. Выпить кокосового молочка и попросить, чтобы... Выпить кокосового молочка и попросить, чтобы кокос раскололи и потом съесть его мякоть. Это стоит 1 доллар. Расколят его для вас бесплатно. Я еще не уехала, у меня уже ностальгия. Мне хочется еще раз вернуться на Кубу и побывать на океане. Здесь вечером очень классно. После захода солнца никто не закрывает пляж, не свистит, чтобы отсюда уходили, как это делают там в Египте или в Турции. Здесь это свободно. Можете приходить, плавать ночью. Никто вам не запрещает это делать. Но ночью пляж, естественно, не подсвечивается. За время моего пребывания здесь был один раз дождь. Говорят, что ноябрь, декабрь, январь – это сезон, туристический сезон здесь. Поэтому погода хорошая. Я тепловлюбивая очень. Я люблю жару, солнышко. Мне здесь было комфортно. Сейчас вот будет ветер. Такой он прохладный. Мне не жарко, мне комфортно. В то же время море – океан. Он теплый. Можно купаться, выхлаждаться и так далее. Вечером здесь нет такой духоты, как в Египте, в Турции в сезон. Здесь прохладно. Прохладно, но не холодно. То есть температура комфортная. Но хочу сказать сразу, что день и ночь здесь равны. И в этом есть огромный минус. Я когда летела сюда, думала, что все-таки день здесь подольше, подлиннее. Нет, пять часов будет заход солнца и все, и будет темно. И также солнце встает рано в семь часов, когда вы идете на завтрак. Уже солнце ярко светит и оно высоко. Поэтому обзаводитесь, естественно, солнцезагарным кремом. Потому что, несмотря на то, что бывает облачно, все равно я успела сгореть. Хотя у меня очень такая кожа, хорошо относится к загару. Здесь можно арендовать, я так понимаю, катамараны. Я сама на них не плавала. Мне было достаточно экскурсии. Здесь туроператоры подают экскурсии. Стоит это 90 долларов с человека прокатиться на катамаране. Я советую вам эту поездку. Она очень классная. Поэтому не пожалеете. Обязательно ездите на экскурсию. Но по пляжу мы прошлись. Пойдемте вернемся назад в отель. Кстати, туда дальше находится следующий отель. Я не знаю, как он сейчас заселен или нет. Но пляж у него практически безлюдный. Там можно поделать фотосессии. Никто вам мешать не будет. Ну, как видите, в принципе, народу на пляже не так много. Солнышко. Я сейчас представляю, как я вернусь в Москву. Такое холодное. Там нужно уже надевать шубу, куртки. Так и хочется остаться здесь и провести зиму в теплых краях. В теплых кубинских краях на Карибских островах. Звучит так, как многое, что здесь заветшало и требует ремонта. Несмотря на то, что отель достаточно новый, и у меня какая-то диссонанс возникает ощущение, что он на самом деле не новый. Ну, вот так вот. Отношения здесь не как в Турции. То есть, чтобы вы понимали, этот отель пятерка, но он на пятерку, конечно же, не тянет. Хотя здесь очень многое, что классно, есть плюсы, но очень большие проблемы с сервисом. Я даже не понимаю, почему здесь проблемы с сервисом. Персонала вроде бы достаточно, но такое какое-то размеренное отношение. Завтра. Что завтра? Зачем нужно сделать что-то сегодня, если можно это сделать завтра? Отложить на завтра и так далее. Транкило. Успокойся и не торопись. Успокойся завтра. Надеюсь, сегодня меня не запанят. Я, как и прежде, маршрут проложу. Взяла стаканчик на свою голову. Здесь сквозные помещения, у которых нет входных дверей. Можно спокойно пройти. Кстати, нет крыши, по-моему. А, да, нет крыши. Так что дождь проникает везде. Погода здесь теплая, дождя можно не бояться. Мы идем к замечательному ресторану, как говорят, а-ля карт. Когда заселяют в этот отель, говорят, обязательно сходите в итальянский, среднеземноморский и в местные рестораны. В них можно попасть только, предварительно записавшись, и получить талон на это посещение, на это пребывание. Короче, на этот поход нужно получить талон, выстоять очередь. Для меня это дико и смешно. Но я думала, окей. То есть я получила талон, постояла в очереди, пришла, подождала 40 минут перед тем, как у меня взяли заказ. Меню я скажу так себе. Ничего особенного вы там не увидите. У меня такое впечатление, что здесь люди до сих пор играют в игры. В плане, помните, как девочки в детстве играли в рестораны, из песочка делали тортики, так и здесь. Только из тортики тут делают из квашеной капусты. Ну, конечно, не тортики, я утрирую. Но салат, который якобы из белой рыбы и так очень красиво называется, по факту вам приносит просто квашеную капусту с соленым огурцом. И это в итальянском ресторане, на минуточку. Но, в принципе, что стоит ожидать от ресторана, который включен в стоимость турпутевки вашей? Ничего особенного. Но зачем это все? Это реально как какая-то игрушка. Но вы на это потратите, не знаю, час-два своей жизни. Это того не стоит, ребят. Ну, хотя, может быть, мне просто не повезло. Вот так вот выглядит этот ресторан. Можно мы видео снимем? Для видео. Для ютуб-канала. Да, спасибо. Нам разрешили снять видео для ютуб-канала. Вот так вот выглядит этот ресторанчик. Достаточно мило. Здесь действительно работают официанты, которые приносят вам ваш закат, которые наливают венок. Но ничего мега-классного покушать здесь не получится. Более того, скажу, что в обычном ресторане намного вкуснее и выбора больше. Вы можете прийти сюда. Вот здесь вот креольский ресторан. Здесь я тоже была. И, поверьте, ничем он от итальянского не отличается. Точно такая же капуста, только она не соленая, а тушеная. И также с огурцом. Что за бред? А, из креветок, кстати. На обычном ресторане вы в какой-то день сможете поесть креветки. Они будут большие, королевские, тигровые креветки. Их будет много. Это действительно так. То здесь в каком-то блюде, где креветки указаны, их будет максимум три штуки, ребят. Три штуки. Три креветки. А дальше капуста. Поэтому сорян. Я, конечно, больше никогда. Никогда. И вам не советую. Ребят, мне осталось еще вам показать номер. Но я посижу здесь еще, понаслаждаюсь этим прекрасным видом. Запью коктейльчик или выпью еще что-то. А потом вернусь в номер и покажу его вам. Ох, все. Я устала. А вот и номер. Ну что, гайд по номеру. Погнали. Номер просторный, светлый, классный. Чуточку потрепанную, но можно с этим свыкнуться. Вот такая просторная ванна. Ванная комната, в которой туалет, раковина и душ. Просторный, классный душ. Но есть запахи, запахи канализации. Есть некие неполадки с сантехникой, но это не критично. Я думаю, в разных отелях такое случается. Классная большая кровать. Место для чила. В холодильнике, кстати, сюда приносят воду. В бутылочках, в принципе, как и во всех отелях. И пиво. Пиво. Ммм, бесплатно. Приносили ли сегодня мне что-то? О, да, вот такое вот пиво вас ожидает. Телевизор. Но я не думаю, что кто-то на отпуске смотрит телевизор. Я так точно не. Замечательный вот такой вот балкончик. Ммм, есть сетка. Ребята, кстати, запасайтесь москитовым или чем-то от комаров, потому что комары здесь кусаются, как и везде. Не забывайте про это. Где можно посидеть, починить, выпить венца или рома или просто посидеть и вбить на море. Конечно, этот номер не видовой, но все-таки симпатичный обзор. Номер просторный, если сравнивать с Турцией, здесь побольше пространства. Все, ребят, ну и до новых встреч. Думаю, в следующий раз я, если поеду, то это будет какой-нибудь Вородеро 100%. На Каю Коку я пока не вернусь. У них нет кувшина.